Конституционные нормы стали наполняться реальным содержанием. Такое мнение выражают отечественные эксперты, анализируя изменения в стране спустя ровно год после референдума. Прорывными нормами, которые приняты на фундаменте обновленной Конституции, политики назвали работу Конституционного суда, парламентские выборы по смешанной системе и уход от суперпрезидентской системы правления. Напомню, ровно год назад после всенародного голосования главный закон страны изменился на треть. К чему это привело, разбиралась Дельнасна Секенова. Граждане своим решением внесли 56 поправок в основной закон Казахстана. Условные изменения можно разделить на пять блоков. Первый – окончательный переход от суперпрезидентской к президентской республике. Введен запрет на отчленство в какой-либо партии для президента страны и запрет на занятие государственных постов и публичных должностей для его ближайших родственников. Второй блок поправок перераспределил ряд властных полномочий. Президентскую квоту в Сенате сократили с 15 до 10 депутатов. Пять депутатов теперь предлагаются Ассамблеи народа Казахстана. В третьем блоке говорится об усилении роли парламента. Можелись теперь формируется по смешанной схеме. Четвертый блок поправок в Конституцию расширяет участие населения в управлении страной. Пятый призван усилить механизм защиты прав граждан. Конституционные нормы стали наполняться реальным содержанием. За ними стало стоять не только законодательство, но и политическая практика. Стал меняться и сам парламент, меняться маслехаты. Все изменения в Конституцию не были нацелены на какие-то политические или социальные потрясения. Все они были очень, так сказать, выверенными. Одну из ключевых инициатив президента – общенациональный референдум – поддержали большинство казахстанцев. Важным изменением стал переход от суперпрезидентской к президентской форме правления с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Кроме того, весной этого года в выборах в Нижнюю палату парламента и маслехаты всех уровней участвовали семь партий, и их отбор прошел по смешанной системе. Появилось больше людей, которые могут выражать более независимую позицию по отношению к различным нормам законопроектов. Дискуссии на рабочих группах стали острее. И это все такое, конкуренция идей, споры, дискуссии – это всегда повышает качество. В данном случае качество подготовки законопроектов, качество регулирования. Потому что больше интересов различных групп граждан будут отражены при подготовке того или иного закона. Важным стало и воссоздание Конституционного суда. С начала года туда обратились почти 3000 казахстанцев. Это говорит о том, что государство заинтересовано в защите конституционных прав граждан, говорят эксперты. Это было естественным шагом по укреплению самой высшей ценности в самой Конституции. В чем важно понимать, что речь идет о правах человека, то есть не только о гражданах. Как вы знаете, права человека защищают и граждан, и иностранцев, и лиц без гражданства. И в этом аспекте, я думаю, это являлось абсолютно закономерным шагом по дальнейшей модернизации нашей страны, по укреплению демократизации, по взятию курса на построение справедливого Казахстана, который должен стоять на трех китах. Это конституционная законность, правопорядок и права человека. Эксперты и политологи отмечают, изменения, которые были нацелены расширить участие граждан в управлении страной, тоже вступили в активную фазу реализации. Предстоит принять закон о местном самоуправлении, оно уже горячо обсуждается. Еще одна сторона – выборы Акимов районов, которые тоже намечены на этот год. Казахстанцы уверены, это позитивно скажется на развитии сел и районов. Касым Жумар Тукаев реализует беспрецедентные в истории Казахстана реформы. Только за последний год в стране произошло множество изменений, но их результаты заметны уже сейчас, сходятся во мнении эксперты.